Сегодня микрорайон Хомутова, а когда-то древнее село, одно из основополагающих для современного Щелкова. Расположен между рекой Клязьмой и впадающим в нее ручьем Воронок. Соответственно, связь с большой землей с помощью мостов. Один из них, что ведет через ручей от улицы Цветочной до физкультурно-оздоровительного комплекса на Дальнем Воронке, со временем пришел в негодность, о чем местные жители и сообщили в администрацию округа. Глава Андрей Булгаков выехал на место с руководителями профильных направлений, председателем совета Еленой Мокринской и депутатами Алексеем Яковлевым и Мариной Лютиковой. Последняя, к тому же, местный житель. Этим мостиком пользуются не только жители Хомутова. Из микрорайонов Богородский и Финский по нему ходят в спорткомплекс, в парк, в восьмую школу. А также это путь к ближайшему универсаму, рассказали главе собравшиеся. Сейчас мост утратил свои функции. Пользоваться им попросту опасно для здоровья. Металлический настил местами полностью провалился, и входы с обеих сторон пришлось заварить решеткой. Ближайшая переправа в нескольких десятках метров выше по течению ручья. Там мост два года назад обновили, но до него надо делать немалый крюк. В ходе осмотра территории вскрылись и другие проблемы. И они тоже связаны с безопасностью граждан. Берега заросли сорняками, много сухих деревьев, а освещение от фока сюда не достает, хотя линия электропередачи проходит совсем рядом. Пешеходные дорожки, ведущие к мостику, также требуют ремонта. Глава выслушал жалобы и пожелания жителей Хомутова и дал ряд поручений. Заверил, что будут здесь и освещение, и камеры видеонаблюдения. А сам мост отремонтируют до конца лета. Сделаем мост здесь и тропинку сделаем, и освещение. Но только не премиальное, оно будет четыре столба, не больше, где-то так. Маленькие, невысокие, торшеры. Камеру, соответственно, видеонаблюдение на следующий год мы запланируем. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.